Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Другого развития событий я не представляю. В городах Алтайского края продолжается частичная мобилизация. Что заставляет людей идти на фронт? Мы успели крикнуть, чтобы они прыгали и все. Но они не успели. Прям резко. Строили без разрешения. Что строили, неизвестно. Подробности трагедии, в которой погибли двое рабочих на Барнаульской стройке. Горбатый мост снова в деле. Жителям Новоалтайска больше не придется добираться в разные части города через федеральную трассу. Сегодня в городах региона опять провожали мобилизованных. Эти кадры из краевой столицы. Десятки барнаульцев пришли попрощаться со своими бойцами. Чиновники же, которые тоже провожали парней, пожелали им вернуться с победой. И поблагодарили за то, что когда стране понадобилась помощь, они первые встали на защиту Родины. Цитата в добрый путь. А это кадры из Новоалтайска. Очевидец сегодня сообщил, что заметил много людей у военкомата. Как нам сообщили наши официальные источники, в городе продолжается частичная мобилизация, в рамках которой состоялась очередная отправка мужчин. Информация о количестве вновь мобилизованных не сообщается. А в Бийске сегодня отправили самую многочисленную по сравнению с другими отправками группу мобилизованных. На этот раз это добровольцы. Дарья Федоркина продолжит. Егор Чурилин и Алексей Анисимов выросли в селе Усяц Камбийского района. Вместе ходили в школу. А сегодня вместе добровольно отправляются на сборный учебный пункт. Друг позвал, что мы пойдем. Пошли с другом. Вы в военкомат сначала пришли? Да. В военкомат пришли, да. Все, заявление подал. Пошли мы служить. Было принято решение. Просто другого развития событий я не представляю. Ну, скажу кратко. А кто, если не мы? Мужчины добровольно заявляли о своем решении быть мобилизованными самостоятельно в военкомате, а также через сайт госуслуги. И уже после этого получали повестки. Много народу пребывало. Ну и все, что нужно было, мы делали. Оформляли на них документы. Было время немножко подготовиться. Вот сегодня набралось еще 100 человек, которые готовы. Из них сегодня 52 человека отправили. Завтра еще планируется отправка порядка 45-47 человек. Мобилизованная группа отправляется в город Олейск. Там в ближайшие три недели добровольцы пройдут военную подготовку среди бойцов действующего подразделения. По словам военного комиссара, это поможет бейчанам эффективнее подготовиться к военным действиям. Настрой боевой, как сказать. Подготовились, слава богу, время было. Дали время подготовиться и психически, и морально, и физически. Дали возможность подготовиться, время. Уезжать, конечно, только дураки не боятся. Или говорят, что не боятся. Поэтому боятся все. Ну, готовиться надо. Поэтому, кто, если не мы, поэтому готовы. Отметим, что указа президента о завершении частичной мобилизации в России на настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком. День с толком. Напомним, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Так, в нашем крае было рассмотрено более 800 обращений о неправомерной мобилизации. Из них 98 имеют существенное основание, 68 сейчас находятся в обработке. В Алтайском крае мужчины стали чаще устанавливать отцовство на фоне частичной мобилизации. Так, в Бийске признать внебрачных детей решили 40 мужчин, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом накануне сообщил Бийский рабочий со ссылкой на управление юстицией нашего региона. В целом, по краю с конца сентября по октябрь зафиксировали более 400 случаев установления отцовства. В прошлом году за такой же период их количество было чуть больше – 170. Чаще всего акты на отцовство составлялись для мужчин 26-38 лет. Напомним, в России отцы с тремя и более детьми теперь имеют отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. И к другим темам. Здание на проспекте Калинина, где вчера погибли двое рабочих при установке бетонной плиты, строилось самовольно. Никаких разрешающих документов на ведение работ Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула не выдавал. Это подтвердили в прокуратуре Октябрьского района. Напомним, по факту гибели людей на рабочем месте Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что еще известно на сегодняшний день о несчастном случае, расскажет Валентина Аскерова. Когда положили уже плиту на балку, и тогда балка только пополам. По словам очевидцев, все произошло мгновенно. Водитель грузовика подъехал к строящемуся объекту. Началась разгрузка плит для монтажа потолочных перекрытий. Плиту положили, и в какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула. Под завалами оказались двое рабочих. Мужчины 1960 и 1974 годов рождения погибли. Ну мы успели крикнуть, чтобы они прыгали, и все. Я не успел. Прям резко. Все произошло. А вас сейчас как-то опрашивают, да, как свидетеля тоже? Ну опросили, да, что делал, как привез, кому привез, зачем привез. А что здесь строится, не знаете? Вроде говорили, что ремонт мебели или постройка мебели, что-то такое. Производство мебели. Мебель и цех. Трагедия произошла вчера днем, 18 октября. К месту происшествия оперативно стянули следователи, криминалисты, прокуроры. Удалось выяснить, что один из собственников строящегося здания не имел разрешения на строительство. А это значит, что никакой официальной информации о проекте нет. Непонятно, как и из чего строили здания. Сейчас следователи продолжают собирать информацию, опрашивать свидетелей, в том числе владельца здания, который начал самобольную стройку в надежде позже ее каким-то образом узаконить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Новоалтайске через несколько дней откроют движение по мосту, который соединяет две части города. Полгода жителям города приходилось кататься в объезд через федеральную трассу. Перевозчики меняли свои маршруты, и это лишь часть неудобств, которые принесли строительные работы. Подробнее в сюжете. Мост Новоалтайский, который в народе называют горбатый. Последние несколько лет путепровод, который соединяет две части города, находился в плачевном состоянии. На нем действовали ограничения по нагрузке. Большегрузы сюда не пропускали. Когда мы вскрыли конструктив, то под ним оказались огромные дыры, насквозь практически, которые создавали угрозу для передвигающихся по нему и пассажиров, и техники. И вот все вот эти вот конструктивные нарушения практически были над железнодорожным полотном. Это еще более усугубляло ситуацию. Напомним, на ремонт мост закрыли в апреле этого года. Несмотря на то, что путепровод был в аварийном состоянии, строительным работам обрадовались не все жители Новоалтайска. Перевозчикам пришлось поменять свой маршрут. Также водители тратили время на объезд через федеральную трассу. Трудности большие, 120-й не дождаться. Очень хотим тогда возобновиться 25-й маршрут. В мою школу в Алтайху дети ездят, в полшестого просыпаются, очень неудобно. Стоимость работ составила около 170 миллионов рублей. По словам главы города, после ремонта этот мост прослужит полвека. Все опоры, которые находятся для удержания мостовой конструкции, сегодня сделаны в дополнительную металлическую рубашку. И они будут, соответственно, проведены антикоррозийной обработкой. Не обошлось и без сложностей. Мост состоит более чем из 10 опор. И так как работы проводились над путями, нужно было обязательно согласовывать окна, в которых будет отсутствовать движение железнодорожного транспорта. Мы сумели практически на два месяца раньше восстановить движение. И торжественно в субботу будет открытие, и наши горожане могут облегченно вздохнуть. Работы по благоустройству будут продолжаться до конца года. Но транспорт и пешеходы смогут передвигаться по путепроводу уже через несколько дней. Открытие моста состоится в эту субботу. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор в отношении трех организаторов частного приюта для престарелых в Рубцовске. Напомним, громкая история с интернатом, где морили голодом и держали в антисанитарии стариков, получила общественный резонанс в этом году. Нечеловеческим отношением, а также оправдательным приговором заинтересовался глава Федерального следственного комитета Александр Бастрыкин. Но он поручил разобраться. В результате фигуранты дела в ближайшее время могут вновь оказаться на скамье подсудимых. Моя коллега Валентина Аскерова продолжит тему. Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Крики о помощи из Рубцовской гостиницы для стариков звучали практически ежедневно. Об этом в августе нашему телеканалу рассказали очевидцы. О том, что в частном интернате Рубцовска не все спокойно стало известно еще в прошлом году. Общественники забили тревогу. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить. У них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, полморозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Прокуратура выявила массу нарушений. Троих женщин, организаторов приюта, заключили под стражу. Но вместо реальных сроков, прокурор просил до шести лет лишения свободы, подсудимых отпустили на свободу, так как в их действиях отсутствует состав преступления. Там такой запах стоял, что вот просто глаза слезились. Там не предусмотрено даже проветривание. И там лежала умирающая уже бабушка. Я говорю, а какую медицинскую помощь вы оказываете? Вот мы привозим врачей. У вас лекарства-то на всякий случай экстренный есть? Есть. Покажите аптечку. Нету. После оправдательного приговора вскипел весь Рубцовск. Ведь условия содержания пожилых людей были действительно нечеловеческие. Сейчас бывшие постояльцы приюта содержатся в Государственном доме престарелых. Директор Государственного дома престарелых тоже присутствовал при вывозе людей, стариков оттуда, в свой государственный. Люди первое время наиста не могли, ели оладьи с хлебом. И постоянно спрашивали, сколько мы вам должны за это. У нас весь город в шоке. У нас весь город на ушах стоял, когда оправдательные приговоры. После общественного резонанса лояльным приговором заинтересовалась Генеральная прокуратура. В итоге оправдательный приговор на прошлой неделе был отменен. 13 октября состоялся в Варнауле суд, который отменил оправдательный приговор. И было принято апелляционное представление, в котором говорится, что передать это дело на повторное рассмотрение в новом составе судей и со стадии судебного разбирательства. Жители Рубцовска, общественности и экспостояльцы приюта надеются, что теперь организаторам не избежать реального наказания. А между тем, в Министерстве соцзащиты отметили, что на сегодняшний день в Алтайском крае вызывает опасения работы и других частных круглосуточных приютов. В настоящее время в 65 таких объектах проживает более 1600 граждан пожилого возраста и инвалидов. Большинство из них, также отмечу, размещены близкими родственниками. Практика показывает, что там предоставляется низкий уровень качества помощи, отсутствуют необходимые условия. Министерство соцзащиты не всегда может контролировать частные организации, но, тем не менее, ведомство регулярно передает сведения в надзорные органы об интернатах. И остается только надеяться, что алтайские дома престарелых и их организаторы больше никогда не будут на карандаше генерального следкома. А чем закончится история с Рубцовским приютом, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Ну а теперь о том, как идут работы на путепроводе в районе нового рынка. На данный момент специалисты уже сооружают буронабивные сваи и котлованы для новых опор. В чем преимущество буронабивных сваи и зачем они вообще нужны? Об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Изучить грунт, приготовить место под первую опору и потратить день на ее установку. Процесс непростой, но результат того стоит. Сваи обеспечат будущей конструкции надежность и долговечность. На сегодняшний день уже выполнено 4 данных сваи из 22. В планах после окончания работ по устройству буронабивных сваи в полном объеме на каждый из опор планируем завести подрядчика для выполнения работ по укреплению грунтового основания. После того, как зальют все сваи, на них фонтируют металлические опоры. Наглядно этот процесс включает в себя несколько этапов. Бурение, выемка грунта, бетонирование и, наконец, армирование. На первой опоре уже установлена половина сваи, однако для дальнейших работ появилась необходимость демонтировать фундамент старого путепровода. На данный момент работы, касающиеся переноса сетей связи, электроснабжения, тепловых сетей, эти работы завершены практически в полном объеме. Поэтому сейчас мы находимся, так скажем, в активной стадии по сооружению новых фундаментов. На данный момент на трехпролетном путепроводе под одну опору ведется устройство котлована. На второй – забивка шпунтового ограждения для дальнейшего устройства котлована. Кроме того, специалист подрядной организации вылетел на завод «Тюмень-Стальмост», где ведется изготовление металлоконструкций для будущих опор. Там он проведет осмотр первой партии, после чего конструкции отправят в Барнаул. Дмитрий Дроздов, День с толком. Каким должен быть завтрак донора, показали студенты технического университета. Причем не просто показали, но и сами приготовили. ВУЗ в свое время стал инициатором студенческих донорских акций. Осенняя акция завершилась на днях. Когда-то ребята сами не знали ответа на вопрос, можно ли есть перед сдачей крови, а теперь готовы поделиться информацией с другими начинающими донорами. Подробности в сюжете. Весной и осенью донорский пункт службы крови принимает всех желающих студентов. А среди них большинство. Политех когда-то и стал инициатором таких акций. В последний приняли участие почти две тысячи человек. Причем не только студенты. В условиях специальной военной операции, конечно, тоже кровь сегодня особо востребована. И мы считаем, что и такой вклад в поддержку наших бойцов, он важен. А еще важно знать, чтобы начинающие доноры, а стать таковыми можно в 18, знали детали донорства. К примеру, что за 72 часа нельзя принимать лекарства, разжижающие кровь, за 48 часов нельзя пить алкоголь, да и ужин накануне должен быть легким. А вот завтракать перед процедурой не только можно, но и нужно. На самом деле обязательно нужно покушать, но очень бывают очень хорошие случаи в виде того, как студенты кладут поморок. Сегодняшние повара, несмотря на юный возраст, доноры со стажем. На столе только те продукты, которые разрешено употреблять перед сдачей крови. Я готовлю, буду подготавливать напиток, смузи. Тоже такой легкий, донорский, скажем так, без всего лишнего, без молочных продуктов, без ярких каких-то цитрусов и так далее. Ребята разделились. Алина взялась за перловку с овощами, готовила на сковороде без масла. Кристина за пудинг из овсянки с фруктами, а Егор доделывал смузи из яблок и овсянки. Можно любые крупы. Важно соблюдать технологию приготовления. То есть нужно их отваривать либо вот паровом, либо просто на воде, либо готовить на пару. К крупам можно добавить овощи. То есть, опять же, исключив масло в большом количестве, можно добавить немного фруктов. Полная инструкция о том, что можно употреблять в пищу донором, есть на сайте Центра крови. Ну а сегодня завтрак из трех блюд был готов буквально за полчаса. Пробовали приглашенные гости. Пробую, да? Очень вкусно. Кстати, такой здоровый завтрак можно есть в любой день, и не только донорам. А студенты надеются, что хотя бы немного проинформировали, как питаться накануне похода в Центр крови. Ведь если сдающий не соблюдал рекомендации, поел копчености, рыбу, яйца или финики, и при этом не сказал врачам, его кровь впоследствии просто утилизируют. И непростая процедура окажется бесполезной. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Изображение космонавта Германа Титова и космического корабля «Восток-2» появилось на стене одного из корпусов «Агу». Граффити нанес барнаульский художник Николай Замятин. На стене корпуса «Агу» над Димитрова жители краевой столицы, кроме огромных изображений Титова и космического корабля, смогут увидеть обложки советских газет. Рядом с корпусом установлен памятный знак в виде звезды. Это символ того, что мы сейчас снова стоим перед задачей запустить современные технологические проекты. Ну и, конечно, образ Титова – это послание молодежи каждому студенту не останавливаться и достигать успеха в своей карьере, в науке и творчестве. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Сообщайте о том, что вас волнует. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok